В Екатеринбурге полицейские из городского УМВД и общественники из народного контроля совместно прошлись рейдом по нелегальным пунктам приема металлолома. Ну то есть по тем, на которые жаловались жители. В том смысле, что в этих пунктах принимают краденые металлические изделия городской инфраструктуры. По словам главного в наших широтах народного контролера Дмитрия Чукреева, в таких паленых пунктах зачастую с клиентурой рассчитываются не наликом, а спиртягой, поддельной водкой или сигаретами. Первый подозрительный металлоломный пункт, на который жаловались жители и который проверили полицейские и общественники, затаился в зелено-ржавом ангаре в тихом дворике на Донбасской 18А около детского садика. Косяк вскрылся сразу же при проверке документов. У пункта приема не оказалось ни лицензии, ни каких-либо других бумаг, которые бы хоть как-то оправдывали эту приемную деятельность. А вообще-то по российскому законодательству каждый пункт приема металлолома обязан иметь лицензию на этот вид бизнеса и специальное техническое средство для измерения массы принимаемых изделий, читай весы. Кроме того, в законе существует черный список предметов, запрещенных к приемке. В пункте на Донбасской рейдеры обнаружили, среди прочего, газовые баллоны и почтовые ящики, которые очевидно, что были вырваны из какого-то подъезда. Их нелегальные приемщики взяли, как с добрым утром. За все обнаруженные косяки сотрудники пункта приема были приняты полицейскими под белые руки и отправлены под административку. Имущество было арестовано. Прикиньте такую ситуацию. Полицейский вечером пришел домой, а маленькая дочка его спрашивает. Папка, папка, а кого ты сегодня арестовал? Металлолом, дочка, я арестовал. Да ты, папка, блин, прямо робокоп! Совершенно аналогичная ситуация, ну не в семье, конечно, а на пункте приема металлолома, приключилась на второй проверенной точке на Вилонова 33А. В таком же нелегальном пункте не обнаружилась лицензия, но обнаружились предметы, запрещенные к приемке. И его хозяйная работников постигла та же участь, что и на Донбасской. По итогам этого двухактного балета, народный контролер Дмитрий Чукреев резюмировал, что общественники будут систематизировать работу по ликвидации таких вот незаконных приемных пунктов. Цитирую Дмитрия Чукреева. Необходимо также организовать лицензированную площадку для хранения изъятых предметов, а также организовать специальную технику для того, чтобы это можно было все вывозить. Все это должно пройти совместно с администрацией города, полицией и представителями малого и среднего бизнеса. Конец цитаты.